добрый день всем здравствуйте я приветствую вас в нашем прямом эфире тема эфира сегодня это наша новинка гамма бейс цветные скульптурные базы сегодня буду на себе я уже выполнила для цветовой палитры скажем так укрепление на двух пальчиках и на еще на 2 покажу вам всю палитру так как состоит из четырех цветов четыре новые цвета вот такие прекрасные летние оттенки и разворачиваю и начинаем с вами работать так ну что поехали там что из себя представляет девочки сегодня со штативом что из себя представляет гамма бейс это такая прекрасная цветовая палитра скульптурных баз которые являются заменой полноценной заменой цветного цвет и скульптура в одном флаконе цвета очень красивые такие летние весенние хорошо подойдут под тенденции тренды нашего грядущего сезона на двух пальчиках у меня есть укрепление значит первый вариант укрепления которые здесь у меня выполнен это гамма бейс номер 002 красивый имеет желтый оттенок при этом в составе в своем также имеет шиммер легкий легкий такой невесомый не сильно ярко выраженный красивый перелив очень красиво смотрится как на руках с активным загаром да так и на светлой коже хорошо сочетается вот такой легкий легкий блеск на ноготочке во флаконе на кисти не очень видно а вот на ноготочке видно да что она имеет легкий перелив легкий блеск также гамма бейс 003 красивый розовый бабл те называется красивый розовый оттенок по плотности пигмента да также на натуральных ногтях видно что плотность пигмента достаточно сильная то есть не просвечивается свободный край база хорошо камуфлирует она хорошо перекрывает натуральная ложа и что самое главное не требует дополнительного цветного покрытия это очень удобно это сокращает время работы как мастера так и присутствие клиентов в салоне да так все-таки сейчас у нас такая активная тенденция к сокращению времени маникюра не готовы клиенты долго сидеть до диктует нам это ритм конечно нашей жизни что все-таки хочется потратить время гораздо меньше на процедуру маникюра но и при этом получить результат красивый актуальный и очень качественный гамма бейс имеет новую формулу она отличается от наших скульптурных камуфлирующих вас то есть это совершенно новый продукт ранее в нашей линейке таких продуктов не было база имеет прекрасную адгезию разных типах натуральных ногтей при этом также можно ее сочетать с твердыми гелевыми системами да то есть можно делать укрепление либо удлинение свободного края при при помощи твердой гелевой системы укрепления выполнять тегамма бейси сразу получать и цветное покрытие да и номер четыре вот такой красивый тоже красивый оттенок все цвета они с одной стороны достаточно яркие насыщенные но и при этом очень нежные да то есть нет такой явной какой-то неоновой истории здравствуйте здравствуйте девочки приветствую вас еще раз я кто присоединяется так по работе да какие особенности у нас в работе здесь мы пользуемся базой также как и обычной скульптурой мы работаем ногтевую пластину подготавливаем при помощи евроклинсера мы ее обезжириваем и и сегодня еще я вам хочу показать снятие потому что у нас достаточно большой запрос именно на снятие в дальнейшем как эта база снимается я только что проводила эфир в в инстаграм на этих двух пальчиках делала укрепление выполняла снятие да вы можете посмотреть на мои ногти все с ними в порядке все с ними хорошо то есть база достаточно легко снимается но обязательно этот процесс мне хотелось бы вам показать я обезжирила ногти далее я наношу nail prep дегидратан для дополнительной просушки так как я проходила кутикул ремовером и вот для того чтобы он у меня не остался в складках заднего валика в пазухах я использую дополнительное обезжиривание далее следующем этапе мы используем ультрабонд ультрабондом немного другая здесь история вы должны понимать как вы базу будете потом снимать база цветная да это фактически этот цвет и конечно же снять ее при помощи размачивания будет гораздо удобней потому как вряд ли ваши клиенты захотят до следующий раз делать коррекцию и например оставаться с этим же цветным покрытием поэтому в этом случае базу конечно придется полностью снять с поверхности ногтевой пластины и здесь для того чтобы не травмировать ногти конечно удобнее будет размачивать ультрабонд это препарат которые средства до которые не раз не размачиваются ацетона содержащей жидкостью соответственно если мы размачиваем тому ультрабонд наносим только по торцу там где у нас зона максимальной механической нагрузки если мы снимаем при помощи фрезы то ультрабонд можно нанести полностью на всю поверхность ногтевой пластины я сейчас делаю два варианта и полностью и только на торец для того чтобы вы посмотрели разницу то есть даже с ультрабондом база снимается достаточно хорошо как бы нет никаких проблем но разницу тоже вы обязательно должны увидеть ультрабонд нанесли далее мы испариться подсохнет на воздухе буквально там в течение минуты в лампе просушка не требуется и далее уже мы наносим жидкую базу то есть обязательно под любые камуфлирующие под любые цветные базы необходимо подложка из классической базы гель лаковой в нашей линейке это бейс гель она самая жиденькая имеет стопроцентную адгезию в работе максимально максимально комфортно и удобно наношу на поверхность ногтевой пластины и буду подсушивать наносим тонким слоем без выравнивания просто в качестве основы в качестве подложки и отправляем на просушку так по поводу гамма бейс что еще хотелось бы сказать база имеет вязкость среднюю или даже выше средний сейчас секунду у нас тут вопросы заикается девочки по эфиру не могу вам сказать у меня с сетью все стабильно никаких никаких моментов нет так база имеет вязкость среднюю выше средней то то есть она но фактически как медиум возможно за счет цветового пигмента в своем составе она будет немного погуще поэтому все таки можно сказать что вязкость чуть выше средней это очень удобно база не течет она легко выравнивается сама моделируется то есть здесь такой идеальный баланс и густоты и возможности поверхность выровнять поверхность моделировать я для того чтобы всю палитру вам показать на натуральных ногтях буду использовать те цвета которые у меня еще не нанесены так выполняя нанесение здесь вы можете работать в той технике в которой вы привыкли можно выполнить укрепление с одного слоя опять-таки все же зависит от длины до когда у клиента ногти очень длинный возможно укреплять понадобится там в два слоя возможно в три слоя но в целом можно работать и можно работать и в один слой можно этот слой подсушить первый и со второго слоя уже выстроить архитектуру выстроить архитектуру на поверхности сделать укрепление на большой длине понимаем да что большая длина она оси мастет формы натуральной ногтевой пластины может потребовать слой более толстый поэтому все таки промежуточную просушку я вам рекомендую делать обязательно то есть на удлинении достаточно большом на большой длине используйте промежуточную просушку для того что все таки база хорошо качественно просохла даже в большой в толстый слой наношу на второй ноготок еще один цвет даже на моих коротеньких ногтях да с учетом того что сейчас девчонки запузырила чуть-чуть с учетом того что у меня длина небольшая и конечно же у толщины там супер то удлинение такого нет можно подправить линеарной кисточкой я сейчас дополню еще немножечко слой и тоже отправлю ноготок на просушку так что еще мы можем этой базой делать мы можем выполнять ей самостоятельное укрепление да про сразу на поверхность мы можем сочетать ее с твердой гелевой системой то есть можно выполнить удлинение при помощи например акригеля либо какого-либо твердого геля которым вы пользуетесь да который нравится вам в работе а укрепление выполнить уже при помощи этой базы то есть в общем то все 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 гель лаковые системы все базы гель лаковые они прекрасно сочетаются с гелевой системой единственное что мы должны понимать да что если мы сочетаем то сочетаем в таком формате что на твердый гель у нас в качестве подложки либо в качестве удлинения база уже идет в качестве но здесь еще и цветного покрытия то есть не бойтесь экспериментировать не бойтесь сочетать такой вариант возможен так ну я подсушила первый слой и теперь уже выполню укрепление здесь у меня оно такое достаточно небольшое опять таки потому что нет нет длины ноготки короткие вторым слоем перетягиваем при необходимости да если есть такая необходимость можно использовать кисточку линеарную например для того чтобы завести под кутикулу либо дополнительно выровнять поверхность обязательно проходитесь по торцу я сейчас идеально наверное не смогу под кутикулу завести потому что только что выполняла уже и снятие материала у меня нет там конечно такого идеального пространства но в целом паза ложится вообще очень хорошо вот как бы куда ее кисточкой направляешь там она и ложится если работать аккуратно то в общем то все хорошо она не стекает нет у меня не включен девочки VPN к сожалению не могу никак повлиять на качество трансляции так как VPN не включен Wi-Fi у меня с полным приемом сети все отлично я не знаю там не видимо это карма мне вконтакте постоянно если я провожу эфиры вконтакте все время это проблемы со связью происходят крайне мере достаточно часто это происходит так наношу второй слой следующего цвета также дополняю толщину до для того чтобы насытить и цветовым пигментом и толщину показать также прохожу по торцу можно перевернуть сцентровать если есть в этом необходимость видно да выравнивается сама выравнивается не течет вообще ложится очень классно и отправляю базу на просушку ну извините пожалуйста да за качество к сожалению такое случается так здравствуйте 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 все кто присоединяется я сейчас повторюсь что сегодня мы работаем с новинкой новинка это называется гамма бейс это четыре шикарнейших весенних летних таких замечательных оттенков очень красивые с хорошим таким цветовым пигментом вообще просто в летний сезон идеально это прекрасно будет сейчас для работы мастеров это сэкономит время мастера сэкономит время клиента то есть у нас нет необходимости еще дополнительно перекрывать делать дополнительное цветное покрытие при этом при всем материал имеет шикарную адгезию то есть она очень хорошо стоит на натуральных ногтях просто прекрасно мы ну я как человек который непосредственно до принимает участие в тестировании продукции очень много моделей с этой базой у нас в тестировании было были девчонки совсем такие молоденькие да вот категория у которых вообще ничего не носится ничего не стоит и очень сложно что-то такое придумать вот гамма бейс это просто выход выход из ситуации для тех у кого ничего не носится ничего не держится то есть стоит она просто шикарно приходили модели у которых вообще все отрастало там на половину ногтя и все было целое из нюансов еще которых я хотела бы отметить это то что гамма бейс не имеет липкого слоя она не имеет липкого слоя за счет это база по жесткости сейчас девчонки скажу по жесткости база достаточно жесткая то есть но у нее совсем другая формула вот по по качеству опила другие ощущения в носке то есть она жесткая но при этом она имеет некоторую гибкость она подстраивается под подвижность натуральных ногтей очень устойчиво к сколам то есть она не дает таких прям жестких сколов знаете когда со свободного края кусок от ноготь согнулся да база не выдержала лобнул и кусок откололся она вот выдерживает нагрузку за счет своей гибкости но при этом стоит очень-очень качественно в общем хвалю хвалю продукт действительно классный и я рекомендую попробовать его прежде всего на себе и конечно же на клиента еще что хотелось бы сказать что вернуться до базы не имеет липкого слоя и за счет этого в саму базу без покрытия какого-либо финишного покрытия можно втирать втирки это вообще прям огонь потому что втирки возвращаются в нашу жизнь это становится актуально вы можете зайти сейчас там я не знаю в инстаграм можете зайти в пинтерест посмотреть какое огромное количество маникюров с втирками да то есть когда просто какой-то однотонный цвет и сверху втертая зеркальная втирка просто огонь раньше вот я например как мастер я не любила делать втирки когда клиенты просили да когда только там пошел этот тренд клиенты просили хотели втирки но это утолщало утолщало всю архитектуру делала ногти толстыми это заморочество это время то есть нужно покрыть финишем потом сделать втирку потом перекрыть финишем опять то есть это и время и плюс толщина здесь у нас толщина не добавляется за счет того что я просто взяла в ту любую можете взять я просто беру втирку и втираю сразу ее в базу без дополнительного просто вот перчаткой без дополнительного перед перекрытия финиша посмотрите как классно втирается прям саму базу втерли финишем перекрыли каша то кисточкой бы надо сделать девочки взяла все стерла сейчас секунду посмотрите как классно блестит разница с цветом то есть можно сделать втирку вообще на все на все ноготочки на абсолютно на любой цвет вот единственное что лучше конечно делать у меня сейчас уже подостыли ноготки лучше сделать когда они еще тепленькие да из лампы достали смотрите как классно смотрится на какую длину наносить наносить можете на любую длину я повторюсь что база хорошо стоит на длинных ногтях то есть когда у клиента свои ногти натуральные длинные прекрасно база держит натуральные ногти не дает им ломаться может немножечко гнуться амортизировать вместе с натуральным ногтем не дает сколов то есть это вообще такая очень классная история даже для длинных ногтей если вы хотите там супер длину сделать да и нарастить пожалуйста наращивайте удлинение делайте твердым гелем а сверху укреплять можно цветным материалом так я сейчас еще отвечу на ваши вопросы в дальнейшем смотрите сейчас нанесу аппликацию для того чтобы показать вам как материал будет сниматься топом не перекрываю да ну чтобы лишнего не пилить конечно вы понимаете что в идеале да конечно мы покрываем финишным покрытием хотя есть такая особенность за счет того что у базы нет липкого слоя она имеет вот просто глянцевый очень красивый глянцевый блеск если прям совсем какой-то аврал сложный да там ситуация клиент опоздал база даже без топа будет стоять и будет отлично держаться будет отлично носиться тоже как одно из преимуществ естественно мы понимаем что когда у нас финишное покрытие нанесено на поверхности но обеспечивает дополнительную защиту да не так материал у нас там быстро и стирается вот но в целом могу вам сказать что даже без топа базы вообще прекрасно прекрасно стоит я сейчас глянцевый блеск убираю толщина здесь небольшая я понижаю немножечко толщину неудобно и будем наносить аппликацию базу будем с вами размачивать сюда базы эти размачиваются сейчас просто толщиной пониже специально вам в эфире показываю этот процесс чтобы вы понимали что базы размачиваются и размачиваются хорошо для того чтобы базу размочить нужно снять с поверхности глянцевый блеск который у нас присутствует в результате там финишного покрытия до понимаем что клиент пришел к нам и при помощи здесь опять-таки используйте диски ватные вату что вы используете при помощи polish ремовера у нас либо средства до которым вы пользуетесь для размачивания мы наносим аппликацию заворачиваем фольгу ну то здесь все в такой стандартный вариант кто-то пользуется там силиконовыми наконечниками но это уже в зависимости от того как мастер работа здесь не неважно скажем так при помощи каких материалов мы это делаем заворачиваем и наносим аппликацию и у нас с вами есть 10-13 минут на то чтобы поболтать ответить на все ваши вопросы и еще раз я сейчас покажу все базы для того чтобы скажем так немножко систематизировать все вышесказанное приводимся в порядок видите что касается color top задали вопрос хороший спасибо размачивается ли color top я честно говоря не вижу смысла color top размачивать почему это не целесообразно потому что ни одно финишное покрытие мы не размачиваем в принципе хотя если нанести аппликацию то она размачиваться будет почему потому что финишное покрытие color top в том числе он имеет у нас глянцевую поверхность для размачивания по логике вещей нам глянцевую поверхность нужно убрать сделать ее матовой поэтому в общем-то размачивать color top не целесообразно можно его не спиливать полностью просто зашлифовать чтобы он не был блестящим и после этого нанести аппликацию и тогда совершенно спокойно он размочится но имейте ввиду что конечно же когда вы снимаете то или иное покрытие при помощи размачивания для того чтобы это было их понизить толщину особенно когда у нас достаточно большая длина у клиентов когда есть такое качественное укрепление когда прям такое как конкретную имеет толщину скульптурный материал любой не только гамма-бейс вообще абсолютно любые скульптурные базы для более эффективного размачивания хотя бы в центре где максимальная толщина и и необходимо конечно же понизить соответственно вывод какой да мы понижаем толщину и естественно что в первую очередь у нас опиливается это топ то есть опиливается финишное покрытие и ну как бы да никогда не стоит у мастера вопрос размочится топ или не размочится потому что как правило мы его просто либо опиливаем делаем его матовым либо в принципе он у нас спиливается вместе с частью базового покрытия почему колор топ дает отслойки но напрямую я не могу вам на этот вопрос ответить все зависит от конечно же ситуации да на что наносили топ там какую технологию использовали я честно говоря не сталкивалась с тем чтобы колор топ и у нас отслаивались они очень хорошо носятся у меня сейчас я вам конечно же могу снять перчатку мне не очень аккуратный маникюр все здесь чем до вторая рука в перчатке я просто вам покажу то есть маникюр у меня уже ну мягко скажем давнешь не при этом у меня на ну видно да то есть я тут активно ручками пользовалась такой сейчас период и при этом при всем у меня нанесен на базу просто на прозрачную базу нанесен колор топ и ничего ничего не не отслояну хотя ногти ну видно да что они уже пожившие да не очень то эстетично смотрится но при этом при всем состоит не отслаивается поэтому здесь конечно наблюдаете да смотрите как вот топ использовали да сколько вы его просушивали время просушки две минуты обязательно и после того как мы просушили а финешную просушку я всегда добавляю то есть дополнительно после того как в промежуточном варианте поработала еще и просушивая дополнительно две минуты обязательно в конце процедуры всегда А в целом нареканий по носке у меня, у моделей, с которыми мы работаем, у меня не было. Здравствуйте, девочки, те, кто присоединился. Я Надежда, надеюсь, якобы хотя бы частично на ваш вопрос ответила. Смотрим всё по ситуации, посмотрите. То есть если это у вас какая-то массовая история, понаблюдайте, какими материалами вы работаете, как обезжириваете, какая лампа, как сушите. То есть тут может быть совокупность факторов, конечно, тоже может присутствовать. Извиняю за то, что показала в кадре свои некрасивые руки, но вот Color Top ношу, вообще никаких проблем. На самом деле Color Top это тоже достаточно такая классная история, которая ускоряет время. У меня, как правило, нет времени сидеть там долго на маникюре, себе долго маникюр делать. И, соответственно, я просто наношу прозрачную базу, как правило, это медиум, и Color Top перекрыла по-быстренькому. И вообще всё прекрасно. Плюс ещё получила такой эффект цветного покрытия. Хотя они очень классно смотрятся и с дизайнами, и очень классно смотрятся и с французским покрытием. Могут оттенить в ту или иную сторону. Ну да, первый раз столкнулись, надо смотреть, потому что именно по носкости нареканий не было никаких. Так, девчонки, кто присоединяется, кто только присоединился к нашему эфиру. Сегодня мы работали гамма-бейс. Это четыре потрясающе красивые весенние-летние оттенки, очень актуальные в этом сезоне, такие нежные. Гамма-бейс – это скульптурная цветная база, которая имеет вязкость среднюю, выше средней, очень удобная в работе, такая, скажем так, сбалансированная формула, которая позволяет нам выполнять укрепление и выравнивание. При этом база не затекает, но она самовыравнивается, она моделируется, то есть у нее очень такая хорошая консистенция. Я думаю, что мастерам она понравится как начинающим, так и мастерам, которые уже имеют большой опыт в работе. База имеет хорошую адгезию, она хорошо стоит как на натуральных ногтях, так и хорошо сочетается с твердыми гелевыми системами. Можно таким образом с ней работать. Важным аспектом является то, что блеск после полимеризации, то есть в принципе по сути базу можно носить даже без финишного покрытия. Конечно, мы должны понимать, что финишное покрытие – это дополнительная защита, это максимально стойкий блеск. Но если складывается ситуация, когда, например, вы не успеваете, клиент очень сильно спешит и так далее, либо можете на себе попробовать не наносить покрытие, финишное – это абсолютно никак не повлияет на стойкость вашего маникюра, на носибельность конкретно этой базы. На влажных ногтях база стоит, да, вот совершенно 100% могу об этом сказать, потому что очень много тестировали на девчонках молодых, у которых очень тонкая ногтевая пластина, еще за счет возраста она влажная и на руках гидрозных. У меня есть ряд моделей, на которых вообще ничего не носится, и когда я начинаю тестировать новые продукты, в первую очередь я их проверяю на тех моделях, на которых ничего не стоит. Вот как раз-таки эта база, она показала очень хороший результат, очень хорошо себя повела. Также могу сказать, что в ряде этих моделей у нас Даша Мирошниченко, да, это Катина дочь. У нее сложные ногти в плане носибельности, очень сложно подобрать материал, с которым бы она проходила. А вот с гамма-бейс ходит замечательно, приходит уже с сильно отросшими ногтями, то есть стоит она действительно классно, смело можете ставить на влажные ногти. В отличие от эйсбейс, она подвижнее. Смотрите, в отличие от эйсбейс, вообще база такая одна из самых жестких, я бы сказала, в нашей линейке. Она даже пилится по-другому, как твердая гелевая система. Ну, по крайней мере, по ощущениям, есть некоторая схожесть. Поэтому, конечно, в сравнении с эйсбейс, она более гибкая. Она более гибкая не в аспекте того, что эйсбейс твердая, а это мягкая. Нет, она не мягкая, она упругая, но при этом есть некоторая гибкость. И на подвижных ногтях она подстраивается под гибкость натурального ногтя, очень хорошо себя ведёт. Не даёт явных сколов, особенно в зоне свободного края. То есть, если она при такой механической нагрузке, при ударе, например, ноготь натуральный очень сильно согнётся, база согнётся вместе с натуральным ногтем, и ноготь удержит, и не лопнет при этом. То есть, вот, ну, материал действительно классный, стоит того. Можно ли носить без подложки? Вы знаете, я сейчас попытаюсь формулировать, по большому счёту носить без подложки можно. И на модели, на руки я ставила без подложки, она тоже носится. Но, как бы, для перестраховки, скажем так, больше для того, чтобы гарантировать, да, максимальный хороший результат, подложку можно наносить. Если у вас клиенты, вы знаете, что клиенты ходят хорошо, хорошо наносятся, можно подложку не использовать. То есть, здесь, как бы, можете сами, да, решить, использовать, не использовать. Мы почему подложку всегда используем? Потому что, когда речь идёт о подложке, всегда используется прозрачная база, она самая жидкая, то есть, она ложится тонким слоем, и она в своём составе не имеет цветного пигмента, за счёт чего обеспечивает, ну, как бы, фактически стопроцентную адгезию, то есть, самое лучшее присоединение к натуральной ногтевой пластине. Когда в базе уже присутствует цветной пигмент, то, конечно, такой адгезии, ну, в принципе, не может быть, да, потому что здесь уже замешан цветной пигмент. Поэтому всегда для такой, скажем, перестраховки используется базовое покрытие. Но гамма-бейс может и без него тоже хорошо стоять. Точно так же, как и эйс-бейс. Они имеют цветной пигмент, но базу под них можно не наносить. То есть, здесь уже мастер сам выбирает, сам смотрит на своих клиентов, ориентируется на то, как бы, что клиенты приносят, да, по результату носки, там, через три, через четыре недели, и уже вот исходите только из этого. Так, перекрывает ли цвет базы при нанесении другого цвета базы? Вы имеете в виду коррекцию, но, как бы, конечно же, если у вас, мы, например, возьмем, опять-таки, какие цвета, да, то есть, если мы возьмем цвет, там, яркий, насыщенный, и при коррекции, там, пока попробуем его, то я думаю, что получится нехорошо. Цвет перекроет, но все равно подтон у вас будет просвечиваться, будет с внутренней стороны видно, я думаю, что это будет нехорошо. Так, ну что, я не засекала время, не засекала время, давайте посмотрим. Наверное, еще рановато, конечно. Хотя, видите, легко спиливается, время я не выдержала. Фу, господи, спиливается, девочки, ну, заговариваюсь уже. Легко снимается, видите, прям хорошо-хорошо. И со свободного края, там, где был ультрабонд, уже мне приходится такое делать, скажем так, использовать некоторое давление, да, для того, чтобы материал снять. В целом, база, смотрите, вообще отлично, легко снялась. По снятию, единственное, какой нюанс, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это когда вы с размачиванием снимаете, да, у вас же аппликация на всех ноготках, не снимайте сразу все. Вот сняли один, убрали материал, следующий снимаем, убираем материал, потому что буквально вот она сразу, когда вы сняли, она еще такая, вот видите, она, ну, мягенькая. Проходит чуть-чуть времени, и она становится, как будто обратно она становится твердая, поэтому по одному пальчику. Сняли, аппликацию убрали. Ну, давайте, уже снимается, уже не буду и вас задерживать. Если чуть дольше время выдержать положенное, когда снимаем, хотя видите, толщина какая, когда снимаем, она прям целыми просто вот полностью отслаивается от ногтя, и иногда снимается вообще полностью с ваткой. Ну, просто время не выдержали. А здесь у меня с ультрабондом. То есть, в общем-то, смотрите, каких-то сложностей вообще нет. Вот, я не делаю никаких усилий. Единственное, что, ну, с ультрабондом на поверхности чуть больше материала осталось. Вот. Размачивается, снимается. Отлично. Я бы все-таки рекомендовала с этой базой работать через снятие. Полное, потому как, ну, представьте, у клиента отросло, где-то остатки базы остались, там другим цветом перекрыло. Ну, так это будет сборная солянка. Я думаю, что это будет не очень эстетично выглядеть. Поэтому все-таки рекомендую снимать. Каждый раз снимать фрезой. Конечно же, есть риск истончить ногтевую пластину, есть риск травмировать ногтевую пластину. Мы не можем, да, себе позволить подвергать клиентов постоянно такой нагрузке, потому что, когда ноготь истончается, он становится более таким, более влажным, естественно, более тонким. И на травмированных ногтях, конечно же, покрытие, любое покрытие будет держаться не очень хорошо. Но и все-таки здоровье клиентов, прежде всего, мы бережем и сохраняем их качество натуральной пластины. Поэтому о клиентах все-таки заботимся. Рекомендую в большей степени работать через размачивание. Хотя пилится, она тоже прекрасна фрезой. Если вы уверены в своей силе, что вы профессионал своего дела, что вы работаете максимально аккуратно, можно и фрезой спиливать. Но опять-таки до натурального ногтя все-таки дорабатывайте при помощи пилочки, либо при помощи шлифовщика. Сейчас девочки зайдут на наш сайт и посмотрят, скажут цену. Я вам ее озвучу. Так что рекомендую пользоваться, попробовать новинку эту. Я уверена, что она понравится. И вам зайдет, и клиентам зайдет. И сейчас как раз-таки сезон начнется, летний сезон отпусков, морей. Можно использовать, пожалуйста, с дизайнами. Сколько? 850 стоимость данного продукта. 850 рублей. Доступно и на сайтах, и у дистрибуторов по регионам. Так что рекомендую всем приобрести и получить удовольствие и удовлетворить потребности ваших клиентов в том числе. Вопросов, в принципе, сегодня достаточно много обсудили. Если есть еще какие-то вопросы, они остались, вы сможете под сохраненным эфиром их задать. Мы вам ответим на них обязательно. Да, потому что вопросы, которые приходят у нас, естественно, они передаются мне. И я на них отвечаю. Вот. Так что вот такой у нас получился эфир. Желаю хорошего дня, успехов творческих, в работе вашей. Так, еще вопросики. Пожалуйста, девочки, благодарят за эфир. И я тоже вас благодарю за ваше внимание, за то, что вы потратили свое время, за то, что присоединились. Вот. Всего доброго. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok